Радио «Ноябрьск» Юлия Мельникова, 12.15 на наших студийных. Это значит, что по традиции в нашей студии очень интересные гости. И сегодня это лектор Российского общества знания, мотивационный спикер, инклюзивный певец, музыкант, радиоведущий из Москвы Виктор Тартанов. Здравствуйте. Здравствуй, Юля. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, жители города «Ноябрьск». Я очень рад сегодня быть здесь, в этой студии и общаться с вами. Виктор, ну делись, как впечатления вообще о нашем любимом, дорогом северном Ямале? Какие города успел посетить? Куда еще собираешься? Ну, сначала мы прилетели в Салихард, административный центр. Но свои благотворительные мероприятия мы начали с Лабытнанги, это за Полярным кругом. Там есть медикум, по-моему, называется. Значит, это центр для престарелых инвалидов, где содержится 130 человек. Там прекрасный персонал. И вот пожилые люди, непожилые собрались для того, чтобы послушать приезжего гостя. Я общался с ними, разговаривал на вечные темы, потому что сегодня немножко такое напряжение в обществе. Особенно это влияет, информация разная, да, хайповая, не хайповая. Все равно добирается и до стариков, и до молодежи, до всех нас. И я пел им песни, те, которые им нравятся, вот, и вместе со мной пели. Необыкновенная буря аплодисментов была. И потом, когда ко мне подошел человек, которому 86 лет, пожал мне руку, человек с непростой судьбой, бодрый, еще энергичный, сказал спасибо за то, что ты делаешь. Для меня это было, на самом деле, очень дорого и дорогого стоит. Я понял, что я здесь нужен. Следующее мероприятие прошло в многопрофильном колледже в Салехарде. Вот, я пел и мотивирующую лекцию читал для именно учащихся с ограниченными возможностями. Я говорил с ними о том, что нужно обязательно к чему-то, ну, стремиться к определенной цели. Прежде чем мы начинаем жить, когда мы учимся, очень важно понять, чего мы хотим в жизни. И, собственно говоря, об этом я с ними поговорил. Тоже я пел патриотические песни, я пел мотивирующие песни, такие как «Я люблю жизнь», «Жизнь прекрасна», «Небо над Россией». Вот, и тоже я считаю, что это было очень полезно. У меня все, как сказать, очень много резонанса был такой в сетях. Ну, вот в ноябрьске у нас... В ноябрьске, когда я прилетел, на самом деле, вот сейчас скажу, это чудо. Я понял, что я прилетел в Россию, дорогие друзья. Я всех хочу поздравить, кто нас слушает. Вы живете в России. Потому что, когда я сел в самолёт в Салехарде, и командир корабля объявил такой-то рейс, такой-то номер. И, знаете, что меня порадовало? Не прозвучало потом на английском языке ничего. Просто по-русски. Потом я прилетел, когда нас в такой солнечный день встретил. Нас встретило Управление культуры. Я очень благодарен и Управлению культуры, значит, Антонии Анатольевны Кишко за гостеприимство. Нас встретили на автомобиле. Нас провезли, значит, в интеллектуальный центр. Мы там провели такое небольшое совещание, значит, программу моего пребывания здесь. Я приехал не один, я приехал с Ольгой Сергеевной Румянцевой, которая представляет развитие поколений, в которые я хожу, и возглавляет тему инклюзии. И мы, значит, определились с тем, что я встречусь сегодня, вот, кстати, вечером. Дорогие друзья, у кого будет время, приходите в концертный зал кинотеатр «Русь». Абсолютно бесплатный вход, там будут разные-разные старшеклассники и взрослые в 17 часов вечера. Я вас всех жду. Вот, там я буду тоже говорить, буду петь, будет, я думаю, что не скучно. Вот 18 марта в субботу, которое было мероприятие в духовно-нравственном центре. О чем удалось побеседовать со старшеклассниками? Ну, это такая немножко особая сакральная тема. Мы поговорили о душе, о том, что на самом деле наша страна, она Бугоизбранная. О том, что вот всегда история, сейчас многие пытаются ее переделать, враги нашего Отечества. Но надо помнить о том, что мы побеждаем во всех войнах, кто знает историю. История повторяется. И сейчас вот это мировое зло, которое противостоит нам, оно на самом деле, ну, как бы будет попрано. Оно будет, то есть побеждено. Потому что я уверен, что всегда добро побеждает зло. И еще я сказал о том, что тоже я вас поздравляю, вы живете в России. Здесь добрые люди, душевные. Вот, несмотря на холод, я чувствую душевное тепло. Это замечательный, сказочный уголок. Чего поблагодарить Александра Владимировича Ткачева, руководителя православной гимназии, директора, да, и всего этого замечательного центра, который нас принял. Вот. И там работают замечательные люди. Там происходит столько мероприятий, что я был удивлен. Ну, вы, наверное, все знаете. Да. Виктор, у вас вообще огромная, большая, замечательная семья. Да. Потрясающая, прекрасная, красивая, талантливая жена. У вас замечательный такой тандем сложился, музыкальный в том числе. Она пишет для вас песни. С моей женой вот мы живем уже долгое время. И я раньше занимался, для меня музыка была как средство реабилитации. А, друзья мои, что я хочу сказать. Ноябрьск почему для меня еще близкий? Я родился в ноябре, 13 ноября. И вот, как я шучу, бог шельму метит. Это международный день слепых. И я родился с 10% зрением, окончательно слеп. И вот сейчас скажу такую интересную вещь, Юля. Может быть, кто-то не поверит, но, друзья мои, я из простой семьи. Мои родители получают минимальные пенсии. Я приехал один в Москву. Я два года сейчас работаю на радио Всероссийского общества слепых. Веду программы о незрячих людях, которые называются «Я вижу слепительный мир». Я знаю, сколько талантливых незрячих певцов. И также я еще веду программу «Звездная гостиная», куда приглашаю звезд, начиная от Никиты Джигурды, Димы Маликова и так далее. То есть это абсолютно контрастные люди. Все меня благодарят за то, что есть такая программа. И что хочу сказать, что Ноябрьск — это какое-то сакральное теплое место, куда хочется возвращаться. Здесь действительно здорово. Мы побывали в этнопарке, погрузились в эту атмосферу ненецкого народа. Это совершенно необыкновенная вот эти вот юрт, точнее, чумы. Чум, да. Все вот это вот воссозданное. Мы там ели хлеб, нянь. Вообще там вот эта северная снегурочка потрясающая. В общем, мы в восторге. Да, мы тоже, безусловно, любим. Мы обожаем наш маленький северный городок, уютный очень. Ну, давайте все-таки вот давай вернемся. О жене. Да. О творчестве. Хочу сказать, что когда я решил заняться такой массовой культурой, меня, кстати, приглашали на один из центральных каналов недавно. И на первый канал, чтобы точно. Потому что одна из песен заняла вот в интернете, прямо она вылезла. Заняла такое большое место в интернете, что ее все слушают. Снегшебательная женщина. Ну и, значит, меня пригласили на первый канал «Мужское и женское». Поговорили о моей судьбе. И вот, знаете, я, если бы не моя жена, наверное, не был бы здесь и сейчас таким, какой я есть. Потому что Бог даровал жену, которая талантливая, которая пишет песни. Она вот, у нее природа такая, она и сама поет. Я, как говорю, столкнулся с тем, что говорю, Аня, я хочу петь песни для массовой аудитории, чтобы люди доносить хорошие тексты, хорошие какие-то со смыслом вещи. Вот я записал до этого с актрисой Эвелиной Блёданс. Она, когда лежала, Анечка, в больнице, моя жена, да, Анна Тартанова ее зовут, она лежала в больнице с ребенком. За три дня она записала песню, и Эвелине понравилось. И мы с Эвелиной записали дуэт «Я люблю жизнь». Вот, у нее же тоже особенный ребенок, мы сейчас поддержим отношения. Также записала дуэт с Татьяной Булановой. Это было тоже чудо. Об этом долго говорить. Моя жизнь, она вся полна чудес. Но вы тоже с себя ответственность не снимаете. Вы совершенно удивительный человек. У меня четверо детей, Юля, четверо детей. Да, я считаю, что большое счастье для человека, наверное, встретить того, кто тебя безумно вдохновляет настолько, что ты способен измениться или даже открыть в себе какие-то новые невероятные способности и найти на это силы. Даже взрослым нужна вот эта поддержка. Особенно тем, у кого проблемы со здоровьем, очень сложно каким-то образом реализоваться. Я тебе скажу так. Сейчас проблемы со здоровьем почти у всех. У кого-то состояние... Да, у всех бывает плохое настроение с утра. Вот вроде бы ничего, здоровье на месте, а настроения что-то нет. Пришла на работу, ты, например, что-то пасмурно, холодно, может быть. А что-то случилось и так далее. Я вам советую так. Во-первых, то, что было вчера, выбрасывайте из головы. Прошлого нет, это иллюзия. Это вот один из моих примеров. У меня есть собственная программа реабилитации. Она не только распространяется на людей с ограниченной возможностью. Вообще для всех совет такой. Это первое. Выбрасывайте прошлое из головы. Счастливые моменты должны вспоминать, но не должны мы на них зацикливаться. Прямо, знаешь, так, чтобы целый день думать, чтобы это сегодняшним днём не мешало. Потом второе. Если я проснулся не с той ноги, как говорится, встал, выбрасываю что-то плохое, вспоминаю что-то хорошее. И вообще думаю, чем я могу сегодня порадовать своих близких, что я могу сегодня сделать для будущего, для людей. И когда мы будем думать о других, а не только о себе, и мир надо начинать менять с себя. Вот эти все кризисы политические, экономические, ну бог с ними, они всегда были и будут. А мы должны менять мир с себя, с своей головы. Вот эти все кризисы. Начинать с себя, да, прежде всего. Конечно. Что пожелаете всем тем, кто нас слышит, всем тем, кто, может быть, сегодня нуждается в поддержке? Я хочу всем пожелать одного. Не сидите на месте, двигайтесь, идите навстречу. Во-первых, рисуйте, танцуйте, всё, что угодно. Занимайтесь каким-то. Сегодня, кстати, в ноябрьске огромное количество всевозможных секций, спортивных, этнических, культурных, всевозможных направлений. Здесь происходит столько, оказывается, со всего Ямала и с севера соревнований по всяким видам спорта и так далее, и искусств. Вот, поэтому я всем советую, во-первых, участвовать в разных конкурсах, заниматься любимым, найти себе хобби какое-то. Вот, это является нашим таким средством реабилитации. И думайте только о хорошем. Выбирайте информацию для себя, которая полезна. И берегите зрение. Мой совет, я тот человек, который находится 25 лет в тени, вот ты меня сейчас видишь, Юля, я тебя не вижу. Я не вижу лица своей жены, никогда не видел, не вижу лица своих детей. Мне на самом деле страшно. А армия слепых сегодня растёт. И я тот, кто родился на Международном Денье Слепых, говорю вам, друзья, обязательно берегите зрение. Не надо втыкаться в телефон, смотреть всё подряд. Выбирайте только то, что приносит радость, позитив. И слушайте радио «Ноябрьск», потому что на нём очень приятная музыка. Я когда за обедом первый раз услышал, думаю, какая классная радиостанция. Поэтому я хочу вашей радиостанции сказать спасибо, что пригласили. Всем жителям «Ноябрьска» желаю радости, мира, любви. Несмотря на холод, пусть в вашей душе будет тепло и солнечно. Спасибо большое. С любовью ко всем, ваш Виктор Тартанов, слепой певец, мотивирующий спикер. Присоединяйтесь ко мне в социальных сетях, слушайте меня и везде есть. До свидания. До свидания.